В честь Дня России по всей стране проходят торжественные мероприятия, концерты, флешмобы, акции «Окна России», вручение государственных наград. Дагестан присоединился к празднованию, основные торжества прошли на главной площади Махачкалы. Подробности у наших корреспондентов. Ярко и масштабно, так весь Дагестан отмечает День России. Самые зрелищные мероприятия проходят сегодня здесь, на центральной площади Махачкалы. Все началось неподалеку, в Доме дружбы, где, по традиции, отличникам и активистам вручили паспорт гражданина России. Документ, удостоверяющий личность, получили порядка 28 человек из рук вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова. Он пожелал носить звание гражданина страны достойно, при этом знать не только свои права, но и обязанности. Символично, что этот документ вы получаете именно в этот день, День России. И сегодня по всей стране проходят такие мероприятия, вначале паспортов юным нашим гражданам, которые впервые смогут держать в руках этот паспорт и гордиться ему. Помимо награждений в Дагестане прошли различные флешмобы. Один из них – акция «Окна России». Украшать окна государственным триколором уже стало доброй традицией. К акции присоединились не только взрослые, но и дети. Ученица третьего класса Марьям даже знает, что означает цвета российского триколора. Белое благородство, синяя честность и красное мужество. Патриотические национальные песни и танцы исполнили ансамбль Дагестана. Концерт посетили и иностранцы. Они делятся, что любят Россию за гостеприимство и широту души. Сюда они приехали получать высшее образование. Мне нравятся здесь люди, культура и традиции. Я сюда приехал, потому что мне нравится Дагестан, мне нравится Россия. Люди здесь, в Дагестане, очень добрые и очень хорошие. День России объединил тысячи дагестанцев на различных площадках. Праздничные мероприятия завершились красочно. Здесь, в центре Махачкалы, на главной площади, развернули государственный триколор. Он огромных размеров, достигает 450 квадратных метров. Его можно увидеть с высоты птичьего полета. В этот праздничный день не забыли и о тех, кто сейчас находится на Донбассе. Это российские военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине и беженцы. Очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса отправили из Дагестана. То 86 тонн продуктов, воды, одежды и медикаментов. Благотворительная акция организована региональным отделением «Единая Россия» по поручению главы Дагестана Сергея Меликова. Акция приурочена у нас к тому, что сегодня так совпало, что сегодня День России у нас. И по поручению главы республики Дагестана Сергея Алимыча Меликова мы направляем братскому нашему народу Донецкой и Луганской народной республики очередную гуманитарную помощь. Помощь она нужна всем, как и нашим военнослужащим, так и в основном жителям Донбасса, Луганской народной и Донецкой народной республики. Десять фур с гуманитарной помощью выехали в город Джанкой, Крым. Оттуда помощь будет распределена в пункты временного содержания беженцев. Вызывает чувство гордости, с какой добротой откликнулся наш народ до дистанции на призыв Сергея Алимыча о помощи. Все организации, от самых крупных ведомств до самого маленького аула высокогорного, все помогают в сборе гуманитарных грузов. Всем хочется выразить благодарность за это. День России – один из самых молодых государственных праздников, но, тем не менее, это особая дата в новейшей истории нашей страны. Торжественные мероприятия объединили сегодня всех, от мала до велика, ведь именно в единстве сила нашей огромной страны. Наталья Ханбабаева, Саид Кутиев, Гусен Кулиев, Вадим Шамхалов. Время новостей. Продолжение следует...